Всем привет! Это Пернатикс Лайф. Меня зовут Ирина и сегодня я обновляю одно из своих старых видео, которое называется накрывать ли клетку попугая на ночь. Хочу более подробно рассказать от каких плохих последствий может уберечь вас накрытие клетки попугая на ночь. Для попугая очень важен правильный режим дня и ночи. Птичка должна высыпаться. Для того, чтобы птичка высыпалась, ей нужно ежедневно спать около 10-12 часов. Это время нужно для того, чтобы птичка выспалась, была бодра, весела и радовала вас своим общением. Но если человек не накрывает птичку на ночь, то навряд ли получается у Пернатова правильный режим дня. Потому что если птичка встает с рассветом, а это где-то летом в 4 часа утра, сейчас где-то часов в 7 может быть немножко раньше, то по идее ей нужно лечь спать где-то в 7-8 вечера. Что маловероятно, потому что птички чаще всего ложатся в то время, когда ложатся их хозяева. А это где-то 10-11-12, а то и позже. И получается, что птичка спит очень мало, часов 7-6, а то и меньше. Это просто катастрофически мало и может вызвать очень серьезные последствия. Накрывание клетки попугая на ночь предотвращает ряд проблем. Это поведенческие проблемы, гормональные проблемы, проблемы со здоровьем. Поведенческие проблемы. Птичка, которая не высыпается, которая хронически не высыпается, спит меньше 9 часов в сутки, она становится нервной, раздраженной. И это все может перетечь в агрессию, и птичка может начать даже кусаться. Но это как мы с вами. Если мы с вами не доспим день, два, три, четыре, не будем высыпаться, мы будем нервными, раздраженными, и ничто нас в этом мире не будет радовать. Вторая. Гормональные проблемы. Слишком длинный световой день может вызвать всплеск гормонов и появление инстинкта размножения. И не важно, пара у вас живет птиц или одна. Если это самец, он может стать нервным, раздраженным, кусаться, искать постоянно гнездо. Если это одинокая самка, то у нее начнется яйцекладка, она начнет откладывать яйца. И со временем это может вылиться в более серьезную проблему, как хроническая яйцекладка, когда птичка будет постоянно нести пустые, неоплодотворенные яйца. И это может привести к смерти самки. Потому что для формирования яиц все вещества забираются из организма самки. И от постоянного несения яиц организм птички просто истощается и в конце концов просто не выдерживает. Если у вас пара попугаев, то они тоже начнут размножаться, искать гнездо, нести яйца. Самец может защищать самку, нападать на вас, если вы захотите с ней пообщаться. Третья проблема – это проблемы со здоровьем. При хроническом недосыпании попугайчика у него ослабляется иммунитет. Потому что именно во время сна происходит восстановление здоровья. А птичка с ослабленным иммунитетом очень сильно подвержена заболеваниям, даже самым простым, с которыми здоровая птица может справиться самостоятельно. И такое маленькое отступление, чего еще может уберечь накрывание клетки попугая на ночь – это от внезапных испугов. Если ваши окна выходят на дорогу и ночью там могут ездить машины, то внезапная вспышка фар может испугать вашу птичку. И также, если ночью будет молния, вспышки, резкие молнии тоже могут напугать вашу птичку. Они могут начаться биться по клетке, ударяться и, не дай бог, что-нибудь себе сломают или вывихнут. Вот такие проблемы может предотвратить накрывание клетки попугая на ночь. И теперь поговорим, как же это делать. Ткань, которой вы будете накрывать клетку, должна быть плотной, не пропускать цвет, но в то же время пропускать воздух. И не нужно прям закупоривать всю клетку, достаточно накрыть три стороны и верх клетки. И не делайте сразу полную темноту вашему попугайчику. Приоткройте с одной стороны немного ткань, чтобы у птички были сумерки. И дайте вашему пернатому полчаса для того, чтобы он мастился на своей любимой жердочке. А потом можно опустить приоткрытую ткань. А ту сторону, которая, допустим, стоит к стенке, можно не накрывать и оставить для циркуляции воздуха. Многие жалуются, что даже при накрытии клетки тканью птичка ведет там какой-то активный образ жизни, сшибуршит и занимается своими делами. Не переживайте, пусть занимается. Главное для птички это понимание, что сейчас темно и значит ночь, а днем светло. То есть у птички должно быть определенное количество часов, это 10-12 часов, когда у нее темно. А что она там делает, это не особо важно. Постепенно она привыкнет, что это ночь и нужно спать, либо же просто сидеть тихо. И если вы обнаружили, что у вас неправильный режим, то не нужно сразу начинать бежать, накрывать клетку в первый же день вовремя, потому что это будет очень большой стресс для вашей птички и птичка просто не поймет, что же произошло. Давайте возьмем для примера. Если ваша птичка встает в 6 утра с рассветом, то по идее для здорового сна ей нужно лечь где-то в 8 часов. Вам такой режим не совсем подходит, потому что вы, допустим, собираетесь на работу и в школу где-то в 7 часов. И поэтому, если ваша птичка будет вставать в 7 часов, то ложиться ей нужно где-то в 9-30 максимум. Это неплохой режим. Но не нужно сразу с сегодняшнего дня сразу накрывать бедную птичку в 9 часов, если она у вас до этого ложилась в 11-12, а то и позже. Делайте это постепенно. Если ваша птичка ложилась в 12, то начните накрывать ее до полчаса раньше в полдвенадцатого и так накрывайте целую неделю. Потом еще на полчаса, допустим, в 11 и ждете еще так неделю. Потом еще неделю, еще на полчаса раньше и постепенно доведите до того времени, когда вам нужно накрывать птичку. Тогда ваш попугайчик постепенно привыкнет к изменению режима практически без стресса. И если ваша птичка встает в 5-6, а вам нужно, чтобы она вставала в 7, открывать ее в полседьмого, а потом через некоторое время в 7 часов. И доводите до того времени, какое вам нужно для режима. Не делайте каких-то резких изменений. Это не принесет пользы для вашего попугайчика. И еще небольшой нюанс. Чаще всего клетка с попугаем находится в той комнате, где мы с вами продолжаем находиться даже после того, как уложим наших птичек спать. Поэтому после того, как вы накрыли птичку спать, старайтесь вести себя немножко потише. Потому что у птичек очень чувствительный кратковременный сон. И они постоянно прислушиваются к звукам и всегда на чеку в случае опасности. И если птичка у вас стоит в комнате, где вы продолжаете слушать музыку, смотреть телевизор, общаться со своими родными, то просто нужно вести себя немного потише, чтобы слишком громкие звуки не мешали вашей птичке спать. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Увидимся скоро.